Субтитры создавал DimaTorzok Россия в Сирии сбила 36 американских томогавков не зенитными комплексами С-400, а новейшими средствами радиоэлектронной борьбы Красуха-4. Событие комментирует директор агентства аналитической информации «Русь православная» Константин Душенов. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Дональд Фредович Трамп продолжает удивлять почтеннейшую публику удивительными высказываниями и совершенно непредсказуемыми телодвижениями в мировой политике. Только за последние сутки он успел заявить, что мы, я цитирую, мы посылаем к берегам Северной Кореи военно-морскую армаду, очень мощную. И далее, оцените, у нас есть подводные лодки, очень мощные, намного более мощные, чем авианосец. Вот что я могу вам сказать. Ну и думайте, что он имел в виду. Что в составе корабельной ударной группы присутствуют подводные лодки с ядерными ракетами, да, потому что что еще будет, может быть мощнее, чем авианосец в 100 тысяч тонн, который несет на себе авиакрыло из 90 летательных аппаратов, часть из которых сама по себе в принципе способна нести тактическое ядерное оружие. Загадал Трампушка загадку, типа, дамы и господа, об остальном додумывайте сами. Но и это еще не все. Он успел отметиться и феерическим высказыванием по поводу Асада. Вот что он сказал. Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы. Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для современного мира. Но когда сбрасываются химические бомбы, видно, что Асад это скотина. Вот так вот. Видите, так сказать, каковы перлы американской дипломатии на высшем уровне. Ну и плюс к этому вся либеральная пресса мировая уже второй день вопит, кричит истерит на предмет того, что Рекс Стиллерсон привез в Москву ультиматум Трампа и собирается озвучить его лично, непременно лично, Владимиру Владимировичу Путину. Вот и понимаешь все это дело как хочешь. Вообще надо сказать, что анализировать поступки Трампа становится все труднее и труднее. Это связано с тем, что пока они могут свидетельствовать о двух прямо противоположных вещах. Например, вот эти внешне хаотические и эпатажные действия Трампа, они могут свидетельствовать о том, что он просто создает намеренно, умышленно, создает атмосферу полной неопределенности, полного хаоса. Когда в этой атмосфере возможны любые политические решения. И от договаривающихся сторон можно вообще ждать чего угодно. И делает это он с одной целью, чтобы разломать, разбить, взорвать тот единый фронт противников, который сложился против него в самой Америке. И главным орудием которых являются мощные информационные пушки, либеральные средства массовой информации, которые гнобят Трампа по полной. Что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, в какую сторону бы он ни взглянул, все это объявляется неправильным, нехорошим, вредным для Америки. А сам Трамп попеременно объявляется то, значит, ходоком, жеребцом и женоненавистником, то наймитом крылья и агентом Путина, то еще кем-нибудь. И это вакханальное информационное гремит, не переставая круглые сутки. Вот, очевидно, для того, чтобы ей противодействовать, Трамп пользуется технологией, что называется, направленного встречного взрыва. И создает информационный поток, который вышибает напрочь с новостных полос вот эти вот все стенания о том, какой, значит, он плохой, как он, значит, женщин не уважает и как он со злобным Путиным общает. Возможно такая трактовка его политики? Да, пока, во всяком случае, она возможна. Но, не менее возможно и то, что Дональд Фредович Трамп просто, пардон, глуп, как пробка в политической области. В финансовой области он, конечно, состоятелен. Но, например, история России свидетельствует, у нас не было ни одного примера за всю нашу тысячелетнюю историю. Ни одного примера нет в русской истории. Чтобы человек оказался одновременно удачным, успешным и компетентным и в области торговли, коммерции, бизнеса, а потом столь же успешным и на ниве политики и государственной деятельности. Дело в том, что бизнес и политика, по большому счету, при всем их внешнем сходстве, по сути своей, все-таки очень разные области, которые требуют от людей очень разных качеств. И все это означает, что совершенно не исключен тот факт, что Дональд Фредович Трамп просто бездарен в области политики. Но тогда непонятно, что с этим делать. И непонятно, каким образом, не только самому американскому обществу, хотя это, конечно, в первую очередь проблема американцев, Ну и всему миру непонятно тогда, как себя с ним вести. Ну, что касается России, то Россия себя ведет пока спокойно, сдержанно и выжидательно. Типа сейчас вот там война в Крыму, все в дыму, трах-бабах, ну немножко подождем, дымок рассеется, нам особо торопиться некуда. У нас как бы пока все пучком, ребята. Вы давайте там определитесь, на самом деле, чего вы хотите, и потом будем разговаривать. И действительно, как только рассеивается дым от этих вот трамповских экзерсисов, от его неожиданных маневров, например, от удара по Сирии, да, выясняется, что удар-то вроде был, но он вроде как бы оказался провальным совершенно, да. Вот сейчас уже мировые средства массовой информации, в том числе и западные, которые сперва все хором говорили, вот замечательно, как это Трампушка приложил этого зверюгу Асада, вот как он мощь-то нашу западную молодецкую показал этому кремлевскому недомерку Путину. И теперь, хотя прошло не так уж много времени, пару дней всего, уже на Западе начинает появляться информация о том, что удар был абсолютно провальный. И то, что сказал генерал Коношенков, наш представитель Министерства обороны, через несколько часов после удара, А именно, что на самом деле из 59 пущенных ракет долетело только 23, это может быть страшной правдой. Более того, появляется информация о том, что два эсминца, а я напомню, удар наносили два американских эсминца, эсминец Рос и эсминец Порта. Так вот, сперва отстрелялся эсминец Рос, и он выпустил серию из 36 ракет. И только после того, как эти 36 ракет каким-то чудесным образом куда-то с маршрута исчезли, в качестве резервного варианта был произведен залп 23 ракетами со второго эсминца Порта. А эти исчезнувшие чудесным образом ракеты первого залпа, 36 ракет, потихоньку начинают обнаруживаться. Знаете, обнаруживаться начинают, например, западное издание Veterans Today обнародовало в статье снимок томогавка, который даже был не столько сбит, сколько, судя по всему, он просто рухнул, он просто рухнул, сбившись с курса, не долетев там 70 или 50 миль до цели. Такие же свидетельства, видеосвидетельства начинают появляться в сирийской прессе, ну и в других средствах массовой информации. И самое интересное, что, как выясняется, несмотря на то, что американцы проложили маршрут своих томогавков, очень хитро они летели по такой, ну, хитроумной траектории через Ливан, через горные районы, огромный крюк сделали только для того, чтобы, значит, как-то обогнуть зону наших средств противовоздушной обороны. Значит, несмотря на это, на это оказалось, что у них есть еще более страшный враг. Это средства радиоэлектронной борьбы, российские. Называют и хибины, и рычаг, и красуха, и там, в общем, масса, масса разных марок наших средств радиоэлектронной борьбы, которые просто, так сказать, оглушили, ослепили американские ракеты, и они сами по себе, значит, там разбрелись, кто куда, и в итоге, значит, все попадали. Но это, на самом деле, я думаю, со временем выяснится еще более выпукло. А пока Коношенко выступил в очередной раз и, значит, сказал, что, ну, эффективность американского удара, это да, это да. Я вот от себя некоторые предисловия сделал. И помните, вот, мое поколение хорошо помнит детскую песенку, детский стишок, да, ехали медведи на велосипеде, а потом комарики на воздушном шарике, а за ними кот задом наперед, да. Так вот, русские медведи на велосипеде привезли в Сирию разного рода средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. А потом, значит, один из этих медведей в погонах, генерал Коношенко, он просто вообще откровенно издевался над американцами и заявил следующее, значит, что американский удар может впечатлить только дилетантов, а профессионалы понимают, что он оказался абсолютно провальным. С таким же успехом, сказал Коношенко, эти 59 томогавков можно было не запускать за сотни километров с эсминца, а на воздушном шарике привезти и сбросить над аэродромом. Эффект был бы примерно такой же. Ну, а возвращаясь к Трампушке, к нашему, так сказать, пока непонятно, то ли, значит, что Иванушка дурачок такой, то ли просто косит под неадеквата для того, чтобы с ним связываться никто не хотел. Возвращаясь к этому, я думаю, что в течение ближайшего времени на самом деле станет ясно, кто такой Трамп, потому что долго, долго держать всех в неведении невозможно. События мировые на международной арене, да и внутри самих Соединенных Штатов, которые слабеют, в общем, слабеют, это очевидно. Эти события развиваются так быстро, что Трамп вынужден будет в ближайшее время все-таки приоткрыть завесу тайны. Помните еще одна цитата из фильма замечательного «Белое солнце в пустыне»? «Гюль читай! Гюль читай, открой личико!» Вот, эта американская гюль читай вынуждена будет все-таки снять чадру таинственную и приоткрыть свое личико, и тогда мы увидим, с кем мы имеем дело. То ли с жестким, холодным, циничным и умным переговорщиком, то ли с человеком, который, так сказать, волею судеб в результате капризов дебильной американской демократии оказался вознесен на пост главы гигантской сверхдержавы, при этом не имея никаких ни личных, ни профессиональных качеств, чтобы хотя бы в минимальной степени соответствовать этому посту. Осталось недолго. Скоро узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok